Приветствую вас, так же, как и мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, я выскажу сомнения в том, что вы правильно задали свой вопрос, в том смысле, что по своему направлению, по своей форме, ваш вопрос больше подходит под раздел эзотерики, нежели чем под раздел психологии, в силу того, что вы почти не рассказали ничего о себе. Ну, косвенно еще на это указывает тот факт, что вы свой предыдущий вопрос задали в раздел эзотерика и, соответственно, вполне возможно, что ошиблись. Но, поскольку задали вы свой вопрос все же психологически разделан, то давайте разберем ваш вопрос с точки зрения психологии настолько, насколько это возможно. Существует так называемая теория сценариев, где четко сказано, четко прописано, что человек живет в соответствии с определенными посылами, которые он получил либо в детстве, либо в важный, значимый для себя период жизни. А я думаю, что ваша история неудач обращает ваш подход к жизни, обращает ваши установки, которые, ну вот, имеются у вас, обращает, обращает вашу жизненную позицию, обращает то, что вам важно, то, что вам дорого и то, чем вы руководствуете при совершении какого-либо выбора, при принятии какого-либо решения. Не сложно догадаться, не сложно увидеть, что у вас есть связь. То есть, есть связь с тем, что вы остались без работы, у вас нет клиентов недоходов, очень много долгов и так далее, да, и в личной жизни вы одна. Не совершенно очевидно, что в этом есть связь. Одно без работы, это, соответственно, скорее всего, не совсем верное, конструктивное позиционирование себя, как сотрудника, вот, и не умение найти общий язык с начальством. То есть, понятно, что на шерсть иногда бывает такое, что с ним найти общий язык невозможно, это понятно. Но, тем не менее, то, что вы остались без работы, да, то, что вы не имеете никакой альтернативы говорить либо о обычных ожиданиях, либо о достаточно узком восприятии, опять же, реальности, в которой вы живете. И здесь, конечно, опять же, это только область предположений, да. Вот, пошла работать сетевую компанию, пишите вы. Зачем? Знаете, вопрос реализации, это очень важный вопрос. И судя по тому, что вы говорите, что у вас много долгов и кредитные обязательства, я полагаю, что вопрос реализации стоит достаточно остро. То есть, обычно люди, которые так или иначе не могут реализоваться в своей жизни сами, да, они так или иначе делают это за счет каких-то других действий. Например, вот, за счет жизни в долг. То есть, я буду жить в долг, я не буду жить по средствам, ну и, соответственно, таким образом компенсирую, да, вот, то, что не реализуется. Вот. То есть, это тоже нужно разбирать, как вы пришли к позиции, ну, как бы пришли вот к долгам, кредитам и так далее. Вот, скорее, это просто личная безответственность. То есть, это отсутствие четкого соотношения, да, за что отвечаю я, за что отвечают другие люди, что мне подвластно, а что нет. А здесь у меня личные границы. То есть, где я могу, где я не могу, где можно, где нельзя. То есть, как бы, сами вы, сами, сами вы, эти вопросы не разбираются. То есть, вы их не решаете. То есть, не вы решаете, что можно, а что нельзя вам. Лежать кто-то другой, кто-то, кто-то другой. Например, другие люди. Ну вот, например, допустим, ваша родительская установка. Вот. И так далее. Мне почему-то кажется, что вы часто бываете виноваты. Ну, то есть, можете чувствовать себя виноваты, по крайней мере, довольно часто. Вот. Ну, а вина, это всегда деструктивная позиция по отношению к себе, вредная позиция по отношению к себе. Вот. Которая, по сути, преследует только одну цель. Да. Человека подчинить. Починить себе, чтобы он делал, ну, просто, вот, то, что нужно, грубо говоря, другим. Вот. Дальше. Так. Значит, ни клиентов, ни доходов. Соответственно, возможны проблемы с коммуникацией, да, потому что в силу неуверенности в себе. То есть, нет доходов, но это оптимизация своих ресурсов. То есть, я так полагаю, что вы, опять же, предполагаю только, что вы достаточно много и сильно вкладываетесь вот в то, что делаете, да. То есть, ну, может быть такая, может быть такая ссора, что вы, вот, что вы много вкладываетесь в то, что делаете. Но результаты приносит далеко не всегда позитивный. То есть, вот, далеко не всегда это приносит тот результат, который вы хотите, вот. И отсюда возникает, собственно, собственно говоря, проблем. Поэтому оптимизация своих ресурсов, это одна из первостепенных задач. То есть, чем я обладаю, что у меня есть, что я могу предложить людям, допустим. Да, что я могу предложить людям. Почему именно, именно от меня они должны это принять? Вот. Как я буду действовать не во вред себе, а наоборот, на пользу себе? Что я ставлю в приоритет. То есть, ну, что для меня является приоритетнее всего. В соответствии с чем у меня выставляются приоритеты. Вот. Понимаете? Что касается личной жизни, то здесь ситуация такая, что личная жизнь плотно связана с, во-первых, моделью женского поведения, во-вторых, с целью построения отношений. Да, то есть, ну, вот, с тем, для чего вы выстраиваете отношения, в принципе. Вот. И с тем, как вы воспринимаете партнера. То есть, в качестве, ну, в качестве, ну, в качестве кого, кого вы его воспринимаете. То есть, кто он для вас, кто для вас партнер, партнер, что из себя представляет. Вот. Соответственно, вот эти вот аспекты очень важны для вас. От того, какая вы женщина. Не много, не много, не мало. Зависит, эээ, мужчина. То есть, от того, как вы ведете себя по-женски. То есть, ну, от вашей гендерной позиции. Это зависит напрямую. Цель отношений. То есть, для чего я хочу построить отношения с мужчиной. Напрямую влияет на то, как вы с ним взаимодействуете. По поводу чего вы с ним взаимодействуете. Я имею ввиду мужчину, опять же. Вот. Ага. И, значит, то, как вы воспринимаете мужчину. То есть, насколько вы его воспринимаете, скажем так, чисто, дифференцированно. А, значит, так где зависит отношение. Если вы воспринимаете мужчину только как мужчин, это перекос в одну сторону. Если вы воспринимаете мужчин только как людей, это перекос в другую сторону. Если вы воспринимаете мужчин, например, как своего отца, допустим, это перекос еще в еще одну сторону. Вот. И, соответственно, любой перекос в любую сторону ведет, ну, в общем, к негативу в отношении. Так что, именно здесь вопрос можно вставить так. Я бы порекомендовал вам разобрать именно эти вещи. Я бы порекомендовал. Дальше, дальше. Значит, вы спрашиваете, что можно порекомендовать. Ну, понятно, что каждая сфера, она требует своего собственный военно-сбор. Это, я надеюсь, понятно. И, я надеюсь, понятно, что в каждой сфере, то есть, будь то сфера профессиональная, будь то сфера личностная, будь то сфера гендерная, будь то сфера социальная, да? Оно нуждается в исследовании, чтобы выработать рекомендации, которые подошли бы только вам. Но, в общем, глобально, я бы порекомендовал вам, во-первых, провести учет своих желаний. То есть, конкретно, вот, чего вы хотите сами, чего вы хотите, что вам нужно, какие у вас именно потребности. И взять на них, за них, на себя, ответственность. То есть, я, сама, как бы говорите себе вы, ответственность за то, что я, конечно, и, если вы возьмете на себя ответственность за это, то я полагаю, что вам, ну, как минимум, станет легче. Как минимум, станет легче. Как минимум, у вас появится представление о том, что нужно делать именно вам, и лично вам, для того, чтобы ситуация исправилась. Я рекомендую также подумать о том, чем вы руководствуете при принятии решений своих, при совершении каких-то поступков. Ну, 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 например, ваших поступков, ваших поступков, да, вот, и так далее. То есть, чем конкретно вы руководствуетесь, именно вы, чем руководствуетесь? Руководствуетесь ли вы представлениями о своей пользе, например. Или вы руководствуетесь с большей необходимостью, надо, и так далее. То есть, об этом я рекомендую вам подумать. И если вы руководствуетесь надо, то надо кому? Да, надо для чего? Надо зачем? Очень важно, чтобы данные аспекты вы для себя открыли, чтобы вы их увидели. Без этого я бы сказал, что, ну, будет очень, очень, очень сложно. В том плане, что практически невозможно будет понять, что вами движет, ну, поведение ваш. Понимаете? Возможно, именно это отделение в своем поведении того, что надо от того, что хочу и направленность на консолидацию этих двух аспектов Станет для вас начало выхода из вашей ситуации. Рекомендую вам также посмотреть жизненный сценарий, или, да, лучше, наверное, игру, экологическую игру, в которую играют некоторые люди, она называется Тупик. То есть, что по итогу, по итогу, по итогу происходят. Вы, в течение определенного жизненного периода, принимали решение. Эти решения вели вас к определенному пути, к определенному результату. Результат можно назвать тупиком, потому что, ну, тупиком, потому что вы теперь не знаете, что делать. Не зная, что делать, вы перебрасываете ответственность за эту ситуацию с себя на других, в данном случае, вот на нас, на психологов. Это и есть психологическая игра. И ваша выгода в этом является освобождение от ответственности. Поэтому последнее, что я хотел бы вам порекомендовать в рамках своего ответа, это подумать о выгоде. О вторичной, или третичной, или четвертичной, либо какой-либо еще выгоде от этой ситуации. То есть, понятно, если так подумать, то никакой выгоды нет. Это прямой вред вам. Но, ну, не торопитесь делать такие выводы. Чем лучше вы разметлите, например, выгоды, тем лучше будет для вам. В том плане, в том плане, в том плане, в том плане, что вы поймете, для чего вы это делаете. Вы поймете, зачем вы это делаете. И станет легче. Потому что вы увидите причинно-следственную связь. Это не будет, знаете, просто такой черной полосой, которая вот у вас началась. Потому что, ну, с точки зрения психологии, да, черных полос, в общем-то, не бывает. Человек сам своими действиями, движимый определенными целями, движимый определенными желаниями и определенной выгодой, создает такие истории. Да, понятно, что не всегда следует человек, и понятно, что есть еще другие люди, и есть, как бы, окружающая среда, в которой человек существует. Вот. Но, а, а, тонкость в том, что это может случиться один раз. То есть, один раз человек может совершить ошибку. Ну, в том смысле, да, что, вот, один раз, а, человек может и кредит, и кредит взять, да, там, и, там, без работы остаться, и у него отношения могут, могут не получиться. В том смысле, что, ну, не всегда все складывается неудачно, вот. Но, когда это происходит несколько раз, как правило, больше двух, уже можно говорить о том, что человек сам к этому стремится, и сам создает такие истории, вот. То есть, здесь необходима личная ответственность. И, если вы не увидите для себя выгоду, из всего, что происходит, она есть, я более чем в этом уверен, что она, эта выгода есть, вот. Ну, как показывает практика, ни один человек ничего не делает без собственной выгоды. Вот. А, значит. Если вы увидите свою выгоду, то, мне кажется, вы и освободитесь от своих трудностей. По крайней мере, по крайней мере, они больше не будут представляться вам чем-то мистическим, они будут больше видеться вам, как что-то такое, знаете. А, ну, понятно. Понятно. Вот. И это действительно очень понятное явление, если вот это разобрать, да, то это действительно, действительно, действительно очень понятное явление. Вопрос заключается только в том, хотите ли вы разбирать это. Ну, то есть, если у вас действительно желание разбираться и работать над этим. Вот. Потому что мне, например, показалось, что нет, мне показалось, что у вас нет этого желания. Вот. Ну, я могу ошибаться вам. А, конечно, могу ошибаться. Вот. Но мне показалось, что для такого желания у вас нет. Если обрат, то выбирайте свой обрат чисто для проформы. Вот. А сами будете продолжать действовать привычными способами. Это очень вам решать. Пожалуй, вот так можно ответить вам на ваш вопрос. А, мне почему-то кажется, что у вас были трудности с папой. Ну, в том плане, что, так или иначе, вы тяжело с ним взаимодействовали. Так или иначе, отношения ваши были перекос. То есть, я легко могу выобразить, как отец вас, например, балует. Я легко могу выобразить, как отец, наоборот, вас подавляет. Вот. И я легко могу выобразить, что ваша мама, ну, либо мама была такая, да. Вот. То есть, нет равновесия у вас. То есть, либо у вас депрессивное состояние, когда у вас всё плохо, либо у вас позитивное состояние, когда всё хорошо, а-а-а, прорвёмся и так далее. Вот. То есть, здесь ещё может быть проблема с эмоциональным интеллектом. То есть, с идентификацией эмоций ваших. Вот. И если это так, то это тоже нужно разобрать. Это эмоциональный интеллект, тоже можно развивать, помещать и так далее. Вот. Ну, не путайте, пожалуйста, его с классическим интеллектом. Вот. Так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Вроде бы я ничего не забыл. Очень надеюсь, что я ничего не забыл, потому что не хотелось бы оставить вас с неполным ответом. Вот. А, совсем очевидно, что дальнейшее зависит исключительно от вашего видения. Ситуация, да, то есть, как выиграл. Представляете себе дальнейшее действие. Так, в принципе, всё и будет. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.